Чтобы принять участие в фестивале «Моя Россия», его потенциальным участникам особые таланты не требовались. Главное – желание сказать что-то для себя и окружающих важное, выраженное в стихах и песнях, о своем отношении к родине, большой и малой. Я очень рад видеть вас, молодых, красивых, задорных. Сегодня у нас большой праздник, потому что мы здесь объединились под самыми сильными флагами. Это, во-первых, флаг России, во-вторых, флаг нашего русского искусства, флаг нашей поэзии. И ничего так не объединяет людей, как именно вот эти три понятия. Кто, как не Владимир Шарпатов, точно знает, что такое патриотизм, любовь к родине и непреодолимое стремление вернуться домой. Гость фестиваля, герой России в далеких 90-х, больше года провел в афганском плену. Тогда выдержать все тяготы ему помогли стихи, которые сам Владимир Ильич писал в тот момент. К слову, часть из них смогли услышать и зрители фестивалев. В прочтении участников специальной номинации. Когда я просматривала список, это было, наверное, самое яркое произведение, которое одним из первых откликнулось где-то внутри. Оно такое прям чувственное, и вот все эмоции прям вот они плещут. Ну вот, например, строчка «И как немытые враги, смеясь, обгаживали Русь». То есть тут прям чувствуется вот это напряжение, прям такая ненависть к людям, которые пленили Владимира Ильича и его команду. Однако и у других участников выбор произведений, которые они смогли представить в рамках фестиваля, на суд жюри был весьма богат. Стихи и песни, посвященные подвигу советского солдата в годы Великой Отечественной. Произведения, созданные много позже, но наполненные любовью к родине. Одна из них – песня «Конь» группы «Любе». Ее на фестивале представил хоровой коллектив восьмой школы. Песня «Конь» У меня с этой песней своя история. В 2003 году на фоне вот таких вот композиций в стиле рэп, джаз, рок, фанк, я услышал вдруг начало акапеллы. Когда выйду ночью в поле с конем, я сразу насторожился, думаю, это же, эта песня, она, это попадание в десятку. И я добавлю, что она сейчас как никогда актуальна, оказалась прямо тоже в десятку на фоне вот таких вот событий политических и на фоне вот этой патриотической вот этой всей темы. Так что фестиваль, по мнению его организаторов и участников, удался, а самое главное, смог достичь главной цели – стать еще одним шагом на пути формирования у детей молодежи, патриотического самосознания и уважения к культурному наследию своего народа. Я увидел атмосферу, как люди были счастливы, как они слушали, принимали все выступления. Я как русский человек давно уже скучаю по таким событиям. А особенно это важно, потому что сейчас мы живем в такое время, и нам как никогда требуется единение.